Я бешеный стук сердца, я закипающая кровь, я рёв трибун, я единый порыв, я бессонные ночи, я зарождающаяся искра, я париматч, лучший онлайн-букмякер. Да, забрать его ноль, это единственное, что имеет значение. Взять пояс будет здорово, это даст многое мне и моей семье, но нанести ему первое поражение, это мой приоритет. Да, я люблю доказывать, что люди ошибались, но больше я люблю доказывать, что те, кто верили в меня, были правы. Так что есть много людей, с которыми меня свела судьба, и мы вместе идём по этому пути. И также у него, наверное, не считая Макгрегора, у Хабиба самые токсичные фанаты в спорте. Они просто чокнутые и эмоциональные, так что они будут плакать, когда я вырублю его, реально будут рыдать. Они возомнили себя самыми жёсткими людьми на планете, но они заревут, когда он упадёт. Да, я постоянно с ними сталкиваюсь, где бы то ни было, будь то в Твиттере или в Инстаграме. Под каждой фоткой куча комментов от его фанатов, знаешь, и... Они пишут всякое дерьмо, потому что они сукуны, а мы настоящие воины. Пусть пишут, что хотят. Я не смотрел ни один бой Хабиба за этот лагерь, я не смотрю бои оппонентов. Моя цель — быть лучшей версией себя, так что... Да, ни один из его оппонентов не делал сальто с клетки, никто из них не боролся с четырёх лет, как сам Хабиб. В атлетизме мало кто может сравниться со мной во всём спорте. Он не сможет бороться так много, как хочет. Он будет вынужден... Ему придётся... Проходить через опасные позиции в стойке, если он хочет добраться до моих ног. Ему будет очень сложно прижать меня к клетке, и он будет пропускать тяжёлые удары. В очень большом количестве. Я не думаю, что он сможет держать мои удары, как Тони. Думаю, я вырублю его раньше, если буду попадать такими ударами. Так что вот мой план на бой. Знаешь, что в поединке с Барбозой, что в поединке с Сероне, что в последнем бою с Тони, я удивляю сам себя, потому что... Я постоянно говорю себе, что они надерут мне задницу в преддверии поединка. Так что... Да, было здорово вернуться домой и пересмотреть поединок с Тони. И знаешь, послушать его, потому что... Да, этот урон было буквально слышно. Это было нереально. И да, было здорово узнать, что я могу биться пять раундов. Я помню, после четвёртого раунда я спросил своего тренера, а это второй или третий закончился. А он мне говорит, остался последний раунд. И я был так удивлён, что я так хорошо себя чувствую к концу поединка. Я даже никогда так долго не бился. Так что да, было классно. Я усвоил хороший урок. Нет, я не слышал ни одного слова от комментаторов во время боя. Я просто слушал своего тренера. Я слышал его чётче. Так что это был хороший опыт для меня. Я уже как-то говорил, что... Было бы невозможно осознать, как энергия фанатов сказывается на тебе, если ты ни разу не бился без этой энергии. Так что сейчас, даже когда всё наладится, и мы вновь будем биться перед фанатами, я смогу лучше контролировать это. Да, я всегда ставлю под вопрос свой уровень, свою подготовку. Я всегда спрашиваю себя, делаю ли я всё правильно, достаточно ли я усердно работаю. И в преддверии этого боя ничего не изменилось. Знаешь, я побился с Тони после короткого лагеря. И затем я знал, что меня ждёт дальше, так что я не занимался ерундой. Я вернулся к работе. И знаешь, с весом у меня всё лучше, чем когда-либо. При этом я сильнее, чем когда-либо. Я чувствую себя прекрасно. Да, я выйду туда как опасный человек, с чистыми мыслями. И знаешь, буду готов работать и получать удовольствие. Это просто необъяснимое чувство. Неважно, победа или поражение. Ты получаешь этот выброс эндорфинов, адреналина. Всё это в твоём теле. И это особенное чувство.